Здравствуйте, зрители СтопГеймРу! В эфире новости видеоигр. Если кричать во всё горло «Испанцы!» вы любите, а в Скал Энд Боунс веры уже нет, то вот вам ещё один кандидат на лучший круиз по карибам и вражеским палубам. Corsair's Legacy, как намекает своим названием, действительно намеревается стать достойным наследием серии Corsair. Сеттинг классический. Карибское море под самый конец 17 века. Капитан Блад завершил свою одиссею и стал губернатором Ямайки, но чёрный флаг ещё не растерял своей привлекательности. И вот его поднимает на своём корабле Джек Рэкхэм. Тот самый? Так и хочется уточнить мне. С точки зрения геймплея, игра — P-RPG. Как JRPG, только не японская, а пиратская. Где приключения на суше сочетаются с плаваниями, морскими сражениями и, конечно, абордажем. Абордажить предлагается врагов, хорошо знакомых каждому флибустьеру. Упомянутых уже испанцев, французов и англичан. То, что вы видите в трейлерах, как уверяют разработчики, — это текущее состояние игры. Больше должны показать 6 февраля в рамках фестиваля демо-версии Steam. Сама же Corsair's Legacy будет выходить по частям, и первую ждём где-то в конце 2023 года. Немного придя в себя после рождественских праздников, NVIDIA провела выставку в рамках Consumer Electronics Show, на которой явила миру новые железки, технологии и игры, в которых железки с технологиями сольются воедино и, в теории, выдадут игрокам новые, ранее невиданные ощущения. Во-первых, встречайте видеокарту GeForce RTX 4070 Ti. В прошлом это была RTX 4080 на 12 ГБ, которую отменили, но перевоплотили в таком вот виде. Объём памяти — те же 12 ГБ, производительность — 38,4 ТФ, рекомендованная цена — 799 долларов, продажа стартует 5 января, сегодня. С 8 февраля на рынке появятся ноутбуки на RTX 40-й серии, обещанная производительность которых относительно 30-й линейки будет больше аж в 4 раза. Всецело за производительность и технология DLSS 3, которая, в дополнение ко всему прочему, существенно повысит стабильность отображения интерфейса и поднимет качество картинки во время быстрого передвижения. Большие и требовательные игры получат соответствующие обновления, первые в очереди Cyberpunk, The Witcher 3 и Portal, которые с RTX в комплекте. Из того, что ещё будет, показали красоты The Day Before, корейскую MMO Throne and Liberty от Antisoft, что выходит уже в этом году, и, конечно же, хорошо известную вам Atomic Heart. Всем, кого интересует полный список анонсов, дат, характеристик и сладостных обещаний, настоятельно рекомендую ознакомиться с развернутой новостью по ссылке. Если у вас ещё не сложился образ китайской Souls-like Wo Long Fallen Dynasty, вот ещё 10 минут геймплея из начальной локации Тянь-Чу-Шань. Тут вам и горы, и бамбуковые заросли, словом, разгуляться есть где, чтобы и секреты поискать, и сокровища к рукам прибрать, и монстров само собой порубить. Для последнего и самого важного навалена гора оружия. Только для ближнего боя подготовлено 13 наименований. В ролике показаны и бои на мечах, и стрельба из лука, и владение боевым посохом. Ждём прибытия игры 3 марта на ПК, PlayStation и Xbox. А в Overwatch 2 сегодня начинается битва за Олимп. Новый ивент, выстроенный, как несложно догадаться, на мраморных столпах древнегреческой мифологии. Семь хорошо известных, но по-новому выглядящих персонажей будут истреблять друг друга в отдельном режиме «Все против всех». Кроме косметики, герои обретут и характерные способности. Так, вдова станет превращающей врагов в камень медузой, а королева стервятников ощутит в себе силу Зевса. Необычное перевоплощение ждёт также Лусио, Райнхарда, Турбосвина, Фару и Роматру. Overwatch и Махи растянется на 2 недели и продлится до 19 января. В этот срок геймеры будут получать некие божественные награды. Герой с наибольшим количеством убийств удостоится статуи на карте Ильяс. Феноменально успешная в Empire Survivors ждёт уверенная поддержка. Как заявили разработчики, после ведер одобрения, что прокинули на них и критики, и игроки, у них выхода иного нет. Надо проект расширять и подпитывать. Команда работает над переносом игры на другой движок для ПК, а тот JavaScript тут определённо казался не лучшим вариантом. Кроме этого, в Empire Survivors получат аддоны с новыми персонажами, оружием и аренами. Не стоит столько ждать такой же интенсивной поддержки патчами и обновлениями, как в прошлом году. Студия, надо понимать, небольшая, и сил на всё сразу не хватит. А там ведь ещё как минимум один новый проект на подходе. Wizards of the Coast известно тем, что владеет франшизами Dungeons & Dragons и Magic the Gathering. Выпускает, бдит, следит и... закрывает. У материнской компании Hasbro акции в прошлом году упали сразу на 40%. Фирменные игрушки стали покупать значительно хуже из-за роста цен. Значит, для смелых новых проектов совсем не время. Как итог, были закрыты пять игр по именитым франшизам, которые добрались до какой-то осязаемой стадии разработки. Возможно, сказался и прохладный приём недавней Dark Alliance. Так что издатель намерен сосредоточиться на развитии существующих, уже зарекомендовавших себя брендов. Что ж, Baldur's Gate 3, например, игроки прощупали и очень-очень ждут. Уже в августе этого года, напомню. И у меня это было всё на сегодня. Заходите на сайт stopgame.ru, послушайте там подкаст про Fallout, посмотрите полуторачасовую нарезку с разочаровывающего лимана и улыбнитесь. Хорошего вам дня.